Для того, чтобы понять, насколько непростую задачу выполняет каждый участник соревнований, и какая за всем этим стоит подготовка, я сама решила попробовать. И знаете, это не так уж и просто. Да, действительно, покорить вершину дело непростое, даже если это вершина скалодрома. Ведь для этого необходима недюжинная сила, смелость, ловкость и слаженная командная работа. На соревнования альпинистских связок преодолеть за минимальное количество времени 15 раз различной категории сложности стала задача номер один для каждой из 25 команд. Это мероприятие уже проводится в третий раз за свою историю. По сути, в республике мы родоначальники данного типа соревнований, и он уже традиционно проводится у нас в Бресте в феврале. У нас хоть в Беларуси гор и нет, но альпинизм есть, был, есть и будет. В соревнованиях принимают участие мужчины, женщины, юноши и девушки, что доказывает огромный интерес к этому виду спорта не только среди мужчин, но и среди представительниц прекрасного пола. Кроме того, возраст участников варьируется от 16 до 45 лет, и для многих из них эти соревнования стали традицией. Приехал я на эти соревнования еще в прошлом году, когда они проводились. Мне просто посоветовали друзья, которые как-то я от них узнали, я уже не помню как. И они мне очень понравились, я еще раз приехал. Преодолевая каждую трассу, напарники работают поочередно, поэтому здесь важны не только технические навыки, но и слаженность команды. Участники соревнований – люди подготовленные, которые не первый год занимаются скалолазанием и наизусть знают технику безопасности. На самом деле я пришла из ТПМ, это больше веревки, я 10 лет занимаюсь уже. Но друг позвал как-то и на спасательных работах мы были, и на скалодромах, и на промышленном альпинизме тоже работаем на соревнованиях. Поэтому как-то так занесло. Это интересно на самом деле, ты понимаешь, что тебя страхуют снизу, ты понимаешь, что это твой человек, который знает, который умеет, и ничего не боишься. По условиям турнира участникам необходимо преодолеть без ошибок как можно большее количество трасс за минимальное время. Финалистами станут четыре команды, которые будут бороться за первое место. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».